Мультфильмы, киноленты и телерепортажи. Более 500 участников со всей России представляют свои работы здесь, на фестивале «Веселая ларга». Юные режиссеры и корреспонденты доказывают, большие и малые экраны не только для взрослых. Фестиваль проходит уже пятый год подряд, но впервые на всероссийском уровне. Среди участников – школьники со всех уголков края страны. Начинающие режиссеры и тележурналисты соревнуются в 25 номинациях. Мультфильм, киножурнал, социальная реклама – жанры в списке на любой вкус. По словам организаторов, с каждым годом уровень и фестиваля, и конкурсных работ лишь растет. Мы гордимся, что наш фестиваль поддерживает очень знаменитый режиссер нашей страны, грамматиков. Ему также отправлялись работы самые лучшие. То есть сначала отбирала жюри, потом отправляли туда. То есть работы получили самое высокое одобрение. В течение всего фестиваля на площадках наравне с конкурсантами и артистами будут работать и учиться сотрудники школьных пресс-отрядов. Бойцы фотоаппарата и авторучки намерены осветить события наиболее объективным образом. Наш пресс-отряд конкретно совсем маленький и появился относительно недавно. У нас всего шесть человек. Конкретно я – корреспондент, и у меня есть помощник – это фотокорреспондент. Вместе с ним мы будем записывать видео и делать новые фотографии. Первый день для участников фестиваля стал скорее развлекательным. Ребята смотрели выступления танцоров, баянистов и даже украшали пряники. Из познавательного познакомились с основами хромакея. Всего за три дня веселой ларги школьников ждет множество мастер-классов, экскурсий, презентаций и просмотров. Но все же главное в этом фестивале – видеоработы со всех уголков Приморья. В прошлом году мы привозили несколько игровых сюжетов, где они заняли первые места. В этом году мы привезли трилогию «Дорога Шибнева. 20 лет спустя», где ребята проходили по этой дороге, они смотрели, как изменилась природа и что они могут вообще сделать. По словам организаторов, в этот раз наибольший приоритет отдавали работам, посвященным краеведению. Ведь именно любовь к малой родине побуждает бережнее относиться к окружающей среде и совершать поступки, прославляющие честь родного города, края или даже всей страны. Анастасия Ярошенко, Александр Каноненко, Панорама.